Отстоять незыблемость исторической правды, способствовать формированию твердых и глубоких знаний о Великой Отечественной войне и о значении победы советского народа над фашистами. Вот главные цели акции «Диктант Победы», которая состоялась уже в третий раз. Ежегодно люди разных возрастов и профессий во всех уголках России и многих странах мира проходят тест на тему событий далеких сороковых. В Щелкове площадками проведения «Диктанта Победы» на этот раз стали семь образовательных учреждений. В школе номер 10 принял участие в акции глава округа Андрей Булкаков. Перед тем, как приступить к заданиям, руководитель муниципалитета осмотрел мастерские учреждения, где ребята своими руками создают из дерева модели военной техники, а также пообщался со школьниками, представившими свои научно-технические проекты на всероссийском конкурсе «Большие вызовы». Сидят орнитологи и считают птиц просто по пальцам. Это не очень хорошо в 21 веке, поэтому мне пришла идея в голову сделать какой-то автоматический подсчет. Сегодня в школе обучается свыше тысячи ребят. Некоторые из них приняли участие и в акции «Диктант Победы». Проверить свои знания о Великой Отечественной войне также решили ветераны, депутаты, военнослужащие и родители учащихся. Приглашаем офицеров ОМОН «ЗОБР», офицеров военно-космической части 26-178, участвуют учащиеся в нашей школе. Мы на самом деле не первый год являемся площадкой и в этом году по знакомому сценарию. Всем участникам акции предстояло ответить на 25 вопросов о ключевых событиях войны и ее героях. Задания были представлены в форме теста. На их выполнение было отведено 45 минут. Диктант начался ровно в 14.00. Полный спектр, по сути дела, и исторических событий, героев наших, исторических эпизодов. Мы должны это помнить. Люблю я историю, тем более учитель истории общества и дни, как одна из моих профессий гражданских, которые получил еще будучи частью военного училища. Я очень благодарен за приглашение, потому что очень много сам занимаюсь военно-патриотическим воспитанием. Просто я и обязан заниматься этим. Помните не забывать имена героев, знать и сохранять историю отечества народа, победившего страшного врага. В городском округе к акции «Диктант Победы» присоединились более 500 человек. Анна Балиет, Игорь Поляков, Екатерина Беляева, Щелковское телевидение. В общеобразовательной школе номер 19 в Медвежьих озерах пришли написать диктант Победы не только ученики, но и их родители, а также представители местной администрации, педагоги и депутат Совета депутатов городского округа Щелкова Павел Жуков. Парламентарий признался, что считает участие в этом ежегодном, уже ставшем традиционном мероприятии, очень важным и необходимым для каждого, как школьника, так и взрослого. Все мы знаем, что Великая Отечественная война коснулась каждого жителя, наверное. И действительно важная акция, историческая ценность этого мероприятия, потому что у всех в семье есть прадеды, которые участвовали в Великой Отечественной войне. И важна память об этих героях. А вот в 11-й школу в Чекаловском на диктант Победы пришло множество нынешних военнослужащих из Щелковской войсковой части номер 42-829. Перед тем, как приступить к написанию экзаменационного задания, все присутствующие послушали видеообращение Дмитрия Медведева. В своем выступлении политик отметил масштабность данного мероприятия, которое прошло по всей России. В 2020 году было 11 тысяч площадок, сейчас 16 тысяч. И это действительно живой и неподдельный интерес к нашей истории.